Вы смотрите новости на Солнце ТВ в студии Матвей Лебедев. Здравствуйте. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах. Новый отдел. В аэровокзальном комплексе линейная полиция будет работать в комфорте. Четвероногие спасатели. На Сахалине организовали тур один день из жизни кинологов чрезвычайного ведомства. Цветущий Южный. Для представителей ТОСов провели мастер-класс по озеленению. В здании аэровокзала Южно-Сахалинск открылся отдел линейной полиции. Новое рабочее место сотрудников правопорядка расположено на первом этаже и включает в себя ряд помещений. Они рассчитаны не только на персонал, но и пассажиров, которым здесь помогут решить проблемы. Подробности знает мой коллега Дмитрий Петров. Торжественная красная лента единственное, что отделяет полицейских от пассажиров перед открытием отдела. Когда преграда разрезана, гости отправляются на экскурсию. Первыми посетителей встречает оперативный дежурный. Сотрудник, который наблюдает за всем, что происходит в стенах комплекса. На территории нового аэровокзала расположено более 350 камер видеонаблюдения. С их помощью сотрудники линейного отдела полиции могут заглянуть в каждый уголок главной воздушной гавани Сахалинской области. Сейчас на объекте служат 49 сотрудников полиции. Все они переехали из здания старого аэропорта. В планах руководства увеличить штат до 63 человек. Ведь пассажиропоток прогнозируется более 5000, а значит и зона патрулирования станет больше. В зону оперативного обслуживания и в маршрут патрулирования сотрудников нового линейного отдела в аэропорту Сахалинска остается как и старая территория, новая территория, парковочные места и привокзальная площадь. То есть тот личный состав, который будет нести, он будет четко распределен по маршрутам патрулирования. Кроме того, значит у нас есть кинологическая группа, которая периодически отсутствует патрулирование нового аэровокзального комплекса с целью обнаружения предметов веществ, запрещенных в гражданском обороте. Первое, что отметили сами сотрудники на новом рабочем месте – вид из окон. Ведь прежний линейный отдел в старом аэропорте располагался на цокольном этаже. Приезжие руководители оценили высокий уровень организации отдела. Он лучше, чем в некоторых столичных аэропортах. А чтобы войти в топ, советуют обратить внимание на передовые системы безопасности. Говоря о развитии видеосистемы, я думаю, что в ближайшее время появится и видео с непосредственно биометрией, когда позволяет контролировать и своевременно выявлять правонарушителей в пассажиропотоке. Главным подарком на церемонии открытия для полицейских линейного отдела стали ключи от нового внедорожника российского производства. Служебный автомобиль станет помощником в работе. Дмитрий Петров, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. В Магадане прошло совещание под руководством секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и полпреда президента в ДФО Юрия Труднева. Участие приняли руководители дальневосточных регионов, в том числе губернатор Сахалинской области Валерий Лемаренко. Тема обсуждений касалась актуальных вопросов национальной безопасности страны. Подробно обсуждалась тематика транспортной и энергетической безопасности Дальнего Востока, а также меры по повышению качества жизни людей. Отдельный акцент сделали на работе по укреплению традиционных ценностей и защите исторической памяти. В настоящее время, когда Россия испытывает мощное санкционное давление, когда обстрелом подвергаются десятки наших городов, возрождение всеобщей военной подготовки, патриотических духовных традиций нашего народа являются необходимыми для победы сегодня и для будущего России завтра. Отмечу, в сахалинских школах ввели курс исторического краеведения. Пособия разработали ученые островного госуниверситета и областного краеведческого музея. Программа рассчитана на учащихся с 6 по 10 классы. На Сахалине провели тур под названием «Один день из жизни кинологов чрезвычайного ведомства». Гостями стали местные блогеры. Сотрудники поисково-спасательного отряда имени Полякова продемонстрировали тренировочный процесс поисковых собак и рассказали об особенностях их воспитания. А после организовали практическую часть. Арина Алексеева понаблюдала за работой спасательной бригады. Нора попала в спасателей щенком. Она четко выполняет команды своего хозяина, не отвлекается на посторонних людей и доброжелательно относится к ним. К такому ее приучили с детства. Кинолог Валерий Соловьев на протяжении двух с половиной лет еженедельно занимается животным. Нору я забрал в 45 дней уже. Уже был маленький комочек приехал ко мне. И мы уже тогда начали с ней воспитание. А воспитание это в основном сначала был быт. Привучка к туалету, кушать нельзя, ничего рвать нельзя. Ну, такие, как с детьми. Сейчас в вольерах находятся две немецкие овчарки и один ротвейлер. С помощью тренажеров и снарядов на учебно-тренировочной территории лохматые отрабатывают команды, бег и другие полезные навыки. Собак учат искать людей в различных ситуациях. В таком деле главное оружие – острый нюх. Они ищут частицу запаха человека. В основном ориентируются по дыханию. То есть, причуяли человека в зоне поиска, это может быть до 100 метров, если хороший ветер, направление ветра. Они приводят и облаивают человека. То есть, облайка пока не подойдет хозяев. А дальше началась практическая часть. Имитацию розыска провели в природной среде и в техногенном завале. Каждой собаке было необходимо найти двух пострадавших. Одним из тех, кого предстояло обнаружить, был блогер Владимир Кирсанов. Он вызвался поучаствовать добровольно в постановочной ситуации. Когда собака залает, подойдет хозяйка, скажет вам, отдавайте мячик и вы выкинете ей. Почрите, когда она облает. Сейчас закроем вас, хорошо? Интересно, за сколько она меня найдет. Если быстро, то хорошо. Если не найдет, подождем. Пока животное обследует локацию, кинолог не ходит за ним следом. Он стоит и ждет звукового сигнала. Если собака никого не найдет, она вернется к проводнику. Но такого не случилось. Буквально через пять минут, сыщик справился со своей задачей и дал об этом знать. В октябре собак ждет аттестация. В нее входят экзамены на послушность, ловкость и поиск жертв в природных условиях в заброшенной местности. К этому событию эксперты готовят своих подопечных около двух лет. Те, кто успешно справится со всеми заданиями, смогут участвовать в поисково-спасательном процессе. Арина Алексеева, Алексей Вершинский, Илья Назаров, Солнце ТВ. Представители товариществ общественного самоуправления и активные горожане посетили совхоз Тепличный. Для них провели мастер-классы по озеленению придомовых территорий в рамках проекта «Цветущий Южный». Во время занятия профессиональные озеленители, цветоводы, дизайнеры рассказали, как украсить дворы растениями. Также гостей учили оформлять миксбордеры. Это сложные, многорядные и многоярусные цветники, а также создавать композиции. Специалисты показали, как правильно произвести черенкование гортензий. Полученные навыки используют для преображения дворов многоквартирных домов. Участники семинара – это люди, полностью заинтересованные в озеленении. Им это очень нравится, им хочется знать больше. Поэтому они собрались здесь, посмотреть, как можно сделать по-другому. Напомню, проект «Цветущий Южный» направлен на озеленение придомовых территорий. Активисты ТОС реализуют его на средства муниципального гранта. Вы смотрите новости на Солнце ТВ и мы продолжаем. Сахалинский фермер получит финансовую господдержку на развитие перепелиного хозяйства. Разведением птицы мужчина занимается уже более пяти лет и только сейчас решил воспользоваться субсидиями. На данный момент местного производителя регулярно консультируют по различным вопросам в Центре развития сельхозкооперации и поддержки фермеров. Перепелка птичка хоть и маленькая, но привередливая. Требует комфортной теплой температуры и постоянной подкормки. Угощение для несушек заказывают у проверенного поставщика тремя контейнерами по 20 тонн. Этого хватает примерно на месяц. Грант был неплохо на перепелиное оборудование. А вот на новое здание поддержка нужна на комикорм перепелиный. Комикорм перепелиный мы возим в Судмуртии. Это самый качественный комикорм за все годы, которые мы пробовали везде по всему Дальнему Востоку, по Сибири. Это очень качественный комикорм. Мы возим оттуда. С учетом логистики затраты выходят немалые, а птица не единственная специализация хозяйства. Ферма здесь уникальная, потому что многопрофильная. Тут также разводят молочный и мясной скот, выращивают овощи открытого и закрытого грунта. Все это позволяет рассчитывать на полную линейку мер государственной поддержки. В первую очередь, это, конечно, поддержка на развитие перепелиного хозяйства. Это приобретение комикормов с возмещением 50% стоимости, потому что в хозяйстве более 20 тысяч поголовья перепелов мясного и яичного направления. Поэтому это существенная поддержка для того, чтобы развиваться дальше. Кроме того, для хозяйства доступно возмещение половины затрат на технику и оборудование, а также возможно вернуть от 70 до 90% стоимости удобрений. В наш центр могут прийти не только же действующие фермеры, но и те, кто желает стать фермером. То есть это могут быть и личные подсобные хозяйства, это любые физические лица, которые в принципе хотят стать фермерами. И так как наш центр называется Центр развития сельскохозяйственной кооперации, мы в том числе оказываем услуги практической или организационной деятельности сельскохозяйственных потребительских кооператив. Островитянам также предлагают заявиться для участия в гранте «Семейная ферма». Он подразумевает создание или развитие предприятия с господдержкой до 30 миллионов рублей. Адалина Леонова, Александр Тетюников, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Новый абонентский центр открыла в областной столице Сахалинская коммунальная компания. Это предприятие – единственный поставщик услуг теплоснабжения в городе. Теперь все сервисы для потребителей доступны в отдельном здании на улице Невельской, 38. Первый этаж предназначен для физических лиц. Там можно получать и оплачивать квитанции, передавать показания приборов учета. Также здесь можно получить справочную информацию и провести сверку расчетов. На втором и третьем этажах обслуживают юридических лиц. Основная цель по созданию данного центра – это повышение качества обслуживания наших абонентов. Мы вот в одном месте, в данном центре, мы будем оказывать полный комплекс наших услуг, все, что касается с бытовой деятельностью Сахалинской коммунальной компании. В центре обещают внедрить электронную очередь и усовершенствовать внутреннюю навигацию. Учреждение работает в будни с 8.30 до 16 часов, с перерывом на обед с 12 до 13 часов. Добавлю, что в офисе СКК на улице Бумажный продолжит работу тепловая инспекция и специалисты по обслуживанию приборов учета. В Южно-Сахалинске активно идет подготовка к празднованию Дня города. Отмечать 141-летие начнут 2 сентября с фестиваля фестивалей. В этот день с 11 до 17 часов на разных площадках пройдут мероприятия, многие из которых представят в областном центре впервые. Сразу после открытия набережной реки Рогатка гостям представят выставку картин сахалинских художников. Желающим предложат поучаствовать в творческих мастер-классах. Граждане смогут самостоятельно создать царь-букет. На сегодняшний день у нас готовится конструкция, будет стоять большая конструкция в форме букета. В ней будут ячейки. В эти ячейки мы будем составлять вместе с жителями и гостями города композиции из цветов. Когда все 500 горшочков встанут на свои места, получится огромная цветочная композиция, созданная всеми нами. В парке пройдет фестиваль на воде. На озере Верхнем состоится парусная регата и заплыв на сапбордах. Кульминацией праздника станет конкурс самодельных плавательных средств. Добавлю, что праздничные концерты, спортивные выступления, игры, выставки, конкурсы продлятся до 9 сентября. О менее заметных, но значимых новосях региона сейчас коротко расскажет мой коллега. В Южно-Сахалинске продолжается догазификация частных домов. В мэрии рассказали, что с начала года к новому виду топлива подключились 439 абонентов. Активнее всего идет процесс во Владимировке. Там газифицировано 135 домов. Получить консультацию можно по телефону 300-584, добавочный 1, 4, 6 или 7. В Южно-Сахалинске активные горожане на грантовые средства преображают подъезды многоквартирных домов. В этом году в мэрии проведено уже несколько этапов конкурса. Одобрены 66 заявок. Часть проектов по благоустройству в активной стадии реализации. Как правило, люди выбирают художественную роспись стен, замену почтовых ящиков, установку информационных стендов. В Корсакове обследование деревьев перед сносом теперь будут проводить комиссионно. Местные власти сообщают, что к ним поступает много обращений о насаждениях, которые представляют угрозу. На территории школы номер 4 планировали срубить несколько тополей, однако специалисты подтвердили приговор только одному дереву. Остальные будут лечить. Сахалинцы вошли в десятку сильнейших каратистов России. Чемпионат страны проходил в городе Орел. Островной регион представили 11 учеников областной спортшколы восточных видов единоборств. Золото завоевал Ахмед Ахмедов, серебро Константин Коковуров, а бронзу Жанна Костюшкина и Евгений Сон. Также сборная Сахалинской области заняла 5 место в командном кумите. Эфир нашей программы подходит к концу. Выпуск завершит прогноз погоды. А у меня на этом все. Напомню, об актуальных новостях региона также можно узнать на наших страницах в социальных сетях, а на ютюбе посмотреть сюжеты, выходившие в эфир. В студии был Матвей Лебедев. Всего доброго и до встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двери в «Империи» – прекрасная цена. На входную дверь «Торекс» – 29 900 рублей. Успей купить по выгодной цене. Установка двери с гарантией. Бесплатная доставка по Сахалину. Подробности по телефону 505 500 и на сайте. www.505500.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова